Раис и Надежда живут в селе Верхняя Якушка. У супругов есть 10 детей и двое внуков от старшей дочери. Все они живут под одной крышей. 29 января, пока все спали, в бане, расположенной в пристрое, произошло возгорание. Дом деревянный. Несложно догадаться, что произошло далее. Дом семьи Зариповых загорелся ранним утром. Огонь полностью охватил его за несколько минут. Как видите, жилище спасти не удалось. Хотя его тушили пять пожарных расчетов. Главное, что все остались живы и здоровы. Жертв избежать удалось благодаря соседям. Они быстро среагировали и разбудили семью. Погорельцы успели взять документы и покинуть горящий дом через окно. Как только они отправились от шока, поступили благие вести. Настоятель местного храма предоставил семье дом для временного проживания. Люди пережили максимальную трагедию материального плана, который может пережить человек. Если не берем физические какие-то страдания. Дом сгорел зимой у людей. Конечно, переживания у всех были. Благо, люди отсывчивые. Сразу начали сборы. Я даже некоторых из них знал. То есть, движение уже пошло. Дом батюшки простой, но уютный и теплый. Ногодетная мама Надежда и ее супруг, их сыновья и дочери уже пришли в себя и вернулись к прежней жизни. На стабильное эмоциональное состояние повлияла и забота односельчан. Директор Света у нас работает в библиотеке. Директор библиотеки Новомолюклинской, Марина Николаевна, Света ей позвонила, сказала, что у нее должно было мероприятие в этот день. Я за клубом, она в библиотеку. У нас должно было мероприятие стояться. Она позвонила, сказала, что у меня горе такое, что мы не сможем сегодня провести мероприятие. То есть, дом еще горел, а Мария Николаевна уже обзвонила всех, кинула клич и уже собиралась помощь. То есть, прям все помогли. И тут же откликнулись из метра в Градо, и вот отовсюду. И вот пришла на помощь наша епархия. Верите ли в чудеса, выбор каждого. Но после пожара большое семейство обнаружило кое-что интересное. Внутри дома сгорело все, кроме спаса нерукотворного. Оплавился только оклад иконы, но лик Христа оказался нетронутым. Хотя изображен он не на дереве или металле, а на тонкой полуглянцевой бумаге. Здесь стекло было, оно полностью было закопчено. Вот даже фольга обгоревшая, доски обгоревшие, а сама икона, вот она у нас чистая осталась. То есть, не обгорела. Зариповы не бросают участок со сгоревшим домом, потому что на территории в сарае живут две их козочки и черная хрюшка. Жизнь продолжается, уверена Надежда и Раис. Ведь у них есть не только временное пристанище, но и собственный новый дом. Помог епископ Меликесский Чердоклинский Деодор. Он обратился за помощью к меценатам. Через благотворительный фонд семья получила 550 тысяч рублей. На эти деньги Зариповы приобрели небольшой дом и участок земли. Скоро герой нашего материала получит ключи. Виктория Черкова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.